Я их чувствую к этому прекрасному молодому богу, которого она выбрала себе фактически мужья. И она говорит, что же мне делать, когда рядом нет студентов. Тома, Мина, Мой. Здесь особо даже отсказывать не надо. Я думаю, вы из песни, из исполнения Светланы поймете о ее любви и ее страданиях. Да, здесь особенность, что будет использоваться много жестов, в отличие от технического танка. Символика Кришны, это пиро, это атлетик в руках. Он пасет танков коровки, держит на мизинке гору Говар-дван. Это история о том, как Кришна поймал гору, спас всех от дождя. Это просто потом. И вот эти все символические жесты. Иногда жест может передавать целую огромную историю. Он будет уже намного взрослых. Только на один жест. Или какое-нибудь одно слово. И сейчас, да, будет танец, он будет на восемь счетов, меньшем, маху. Потому что вот как раз традиционно исполнять после ванда, инстульции, после молитвы, исполнять лирическое что-то такое ритмичное уже. То есть, бхаджаны и другие композиции. Это композиция именно бхаджан. Ну, она стилизованная, но бхаджан. Потому что идет такая ритма на восемь счетов. Это у нас Петра. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.